Разные участки, разные политические пристрастия – одна цель. Выборы депутатов Законодательного собрания региона проходили по уже проверенной, удобной для голосующих схеме – в три дня. Первым делом – проверка, не голосовали ли вы где-то еще. Затем – стандартные процедуры оформления в журнале, выдача блютения, отметка в одной графе из списка, и далее – либо классический ящик для волеизъявлений, либо КАИП. Участники выбранного процесса делятся впечатлениями. Процесс проходит спокойно, сегодня третий день, люди, конечно, уже немного, наверное, подустали, но во всяком случае все ждут жителей, и я думаю, если придут 100% жителей и проголосуют, тогда будет это действительно честное народное голосование. Сегодня замечательная погода, праздник большой в городе, хорошее настроение, и я вижу очень много своих друзей, которые тоже пришли, тоже голосают, которым не безразличны, что будет с нашим регионом, с нашей областью, с нашим городом. Нет привычных многим кафетериев, обстановка располагает к серьезному подходу к делу. Законодатели, занявшие по итогам депутатские кресла, будут определять судьбу региона в ближайшие пять лет. Кто окажется в этом списке, зависит лично от каждого из нас. Мы прекрасно понимаем, что очень многое делается в стране, время очень сложное, тяжелое, И, конечно, сегодня нужно подставлять каждому из нас плечо очень серьезно и местной власти, и губернатору, и президенту. То есть, если мы будем стоять в стороне, будут, конечно, происходить какие-то моменты, но они будут без нас. И критиковать прошлое, а надо просто участвовать. Выразил свое отношение к происходящему и председатель регионального избиркома, что называется, подал пример. Юрий Андриенко голосовал на участке 3939, где накануне возник спор между одним из кандидатов и членами избирательной комиссии. Спор разрешился после вмешательства сотрудников полиции. В остальном же никаких серьезных нарушений по состоянию на 12 часов третьего дня голосования зафиксировано не было. Примерно около 20% наших граждан проголосовали в пятницу и в субботу. Это достаточно большой процент, да? Ну, надеемся, что сегодня придут все остальные. На 12 часов уже известно, что проголосовало более 237 тысяч наших избирателей. Это такая достаточно хорошая яхта, почти 25%. Кстати говоря, из них, из этих 237, 37 тысяч проголосовали на дому.